Умолчание! Субтитры подогнал «Симон» Хотелось бы предоставить слово Мусаку Людмиле Анатольевне Она выступит диалогом о продаже могилок и вандализме на кладбище села Карторбок Здравствуйте! Сегодня я хочу сначала сказать, что сегодня день освобождения Ленинграда от фашистских захватчиков Окончание блокады Ленинграда Мой дед Сафронов Михаил Афанасьевич, хотя он не на этом памятнике запечатлен, да, его фамилия Она в Горноалтайске, он уходил оттуда на фронт Он сейчас лежит в братской могиле под Ленинградом И когда нам вчера сказали, что не нужно проводить лупин, потому что народ Я посчитала нужным, что в годы войны наши погибшие деды и прадеды, наши даже женщины воевали на войне Они в любую погоду сражались за то, чтобы отстоять нашу родину от фашистских захватчиков В настоящее время сейчас угроза подошла со стороны нашего, например, правительства, которое запускает сюда китайцев У нас есть на руках документы Дердников Наш глава недавно только нам прислал письмо, что 15 китайцев в январе заедут Вчера, значит, собирали заседание, запланировали, куда нас даже не пригласили Они сказали, у нас есть законы какие-то, не пустить их Хотя уже им же квоты выделены, у нас есть эти документы Мы посчитали нужным такой мороз провести митинг Спасибо вам за то, что вы приехали У нас надеяло очень много проблем Например, продали лесной фонд Российской Федерации И продали не только лесное, но и наше кладбище Кладбище села Пасполу, кладбище села Каратарбок Села Каратарбок в летнее время, это сливного образна, сделала волог по кладбищу Хотя сейчас там люди не живут, но кладбище действует, село действующее Там выдают землю на проживание, пожалуйста, кто хочет, может там взять и построиться Там хорошее, прекрасное место, дача встала Но, и мы там, по кладбищу, сделали волог на тракторе в Васильевне Мы считаем это, мы попадали в две сессии, обращались в завязанных тракторах Однако никаких действий прокуратура не возбудила никакого дела Поэтому мы просим, я хочу везолюцию записать, это не обратиться в какие-то инстанции Поэтому запрещены Спасибо за то, что Вы приехали к нам и любите нас сходить Спасибо Здравствуйте Я Роман Великим Павлович, организатор удовлетворения митинга За развитие региона своими силами и сохранение скорой среде обитания коренного населения Призываю участников соблюдать общественного порядка и огромное проведение обычного мероприятия При обнаружении, нарушении общественного порядка, сообщите об этом организатору, то есть мне, либо о сотрудничестве Дальше, по высоте среднем, что сзади хуба находится на пункт обогрева Прошу, пожалуй, продажи земель лесного фонда Микрофон повыше Летом 2017 года жители Чуйского района ощутили все негативные последствия незаконной продажи земель лесного фонда Российской Федерации Всего было продано около 20 тысяч гектар леса на земельных участках, вплотную прилегающих к населенным пунктам Паскового и Солганда Это леса, которые нас кормят Большая часть жителей живет только за счет сезонных заработков На сборе кедрового ореха и черемши Мы ходим в этот лес за грибами и ягодами Поголовье крупного рогатого скота спасется именно в этих лесах На открытые места они уже выходят под вечер, когда не так жарко Мы просто не сможем жить, если не сохраним этот лес Летом 2017 года общество с ограниченной ответственностью Агроснаб начало варварскую рубку лесных назаждений Рубка велась в водоохранных зонах, без соблюдения каких-либо это не было Норм леса заготовок В первую очередь вывозили и рубили головую, агресину, кедры, вековые сосны На сильной группе бросали, стреляя за тобой, кучу мусора, кризис Мы принимали молодую скорость от кедров, и других воинов породнялись В результате мы должны помочь В решении мотника оборудования, в конце концов, 5 июня 2017 года По делу АММ-2.1.43, его Агроснаб, его Алтай-Агро, его Восхолковник Продолжение следует... 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 По данным нарушениям прокуратуры района... Принято решение о внесении представления в адрес генерального директора ЮХЭН... С требованием незамедлительного принятия мер по устранению выявленных нарушений... Также от Министерства труда и социального развития получим следующий ответ. Министерством в установленные сроки приняты для рассмотрения заявки работодателей о потребности в иностранных работников в 2018 году. Заявки работодателей рассмотрены на заседании Республиканской межведственной комиссии потребностей в иностранной рабочей силе, далее комиссия, в августе 2017 года. В комиссии было принято решение заявку работодателя ООО «Юхэн» на привлечение иностранных работников, уменьшен с 90 человек до 15 человек. Одобрено по привлечению граждан из Китайской Народной Республики по профессиям. Переводчик 1. Мастер строительных и монтажных работ 2. Контролер деревообрабатывающего производства 2. Оператор сушильных установок 2. Оператор автоматических установок 2. И наладчик деревообрабатывающего оборудования 4 человека. Всего 15 человек. Мы считаем, что привлечение иностранной силы при огромном количестве безработных среди местного населения выглядит недопустимым, нарушая защищенные конституции права на труд и защиту от безработиц. Рубка кедра у нас началась с 1932 года. Это официально. Было с Арманковым решена рубка кедра. До этого, до 1932 года, начиная от царской власти, никогда кедра не убили. Это из истории. Почему? Потому что кедр считался священным деревом и хлебным деревом. Мы убегли, но когда рубок не было. С 1932 года были организованы этапы, примирения везде находились также, по реке Саракакша, Каракакша. И была вырубка огромных массивов кедра. Причем были вырублены самые лучшие генофонды нашего сибирского кедра, которые находятся, это вырубленная и высовая тайга, средний пояс. Насталась часть только кедра в верхней поясе тайги, где его не так много. И на самых последних высоких точках на грилах. Поэтому рубку кедра, я считаю, полностью надо запретить. И осталось после вот этого демократического, так сказать, периода времени, огромные залежи. И неприятные древосины, которые даже в дрова не возят, а бросают как хлам. Поэтому кедр, если мы не можем использовать, его надо запретить рубить. Потому что такое маговское отношение к древесине, оно не может так долго продолжаться. Вот и все. Китайцы, которые находятся сейчас здесь, они никогда не будут жалеть русский народ. Никогда не будут. Потому что они даже между собой никогда не ладили. У них, если кто-то попадет в беду, они ему никогда не помогут. Уже мы не можем объявиться и спасти себя. Потому что единение нашего народа может быть на основе национального самосознания. Очнитесь, люди. Мы можем проснуться в Китае. Поэтому нам надо добиваться всяческих методов и путей, чтобы избавиться от этих пришлых людей, которые и народцы, и которые не будут нас жалеть на одной минуте. Поэтому, ребята, давайте как-нибудь дружно возьмемся. И следующий, я думаю, мы будем проводить только в центре республики. Потому что уже назрели эти проблемы. С вырубкой леса, которые беспощадно вырубаются, те сосныки без лесорубочных билетов. Вы знаете, кто лесное дело хорошо понимает? Без лесорубочных билетов никогда не любились. Вот. Ну вот такие дела. Спасу Господь вас. Товарищи, друзья, так жить нам нельзя. Да. Давайте так. Почему нам китайцев подбросили? Да потому что у них пустые карманы, у начальников, у наших. Да. Они будут, что-то, как, китайцам дань брать, за то, что они на нашей земле живут. И будут сами с собой отделить. Да. Ну ладно. Допустим, Гердиков на свободе. А вот Борисов-то под домашним арестом, так его нам на голубом мертолете спустят в дань. Да, да, да. Да? Да. А вы как бы жили нищие, так и будем жить. А они себе будут в карманы набивать. Да, да, да. Спасибо за внимание. Спасибо, молодец. Все близко к Генеджи. Но, в отличие от предыдущих ораторов, я безумношно не могу говорить, чтобы не избиться и не перейти до лексику на гермативную. Поэтому я лучше вам зачитаю текст, тот, который считает, что он более... Ну, по-моему, дух подходит. Я, как человек верующий, церковный, я докажу вам с помощью Библии, что это не китайцы приблизились к нам, это мы что-то делаем сами не так. Докажу с помощью Библии, которую я расскажу вам буквально за одну минуту, и докажу при помощи той же там и Конституции, третьей статьи, что все-таки вина больше всего принадлежит нам самим. Видимо, мы собрали, чтобы попытаться разом отделаться от захвата нашей земли китайцами. Быстро не получится. Почему? Разъясняю дальше. Мы вчера и сегодня обсуждаем не причины, а видимые последствия ее. Китайцы, которые купили комплекс и земли, являются полноправными гражданами России. Они, как и я, могут покупать и продавать любое имущество. В Москве идет плановое замещение русского и коренных народов другими народами. Это план мирового правительства перемешать все народы. В Москве редко встретишь русскую речь. На Дальнем Востоке, на Байкале, и вот уже в нашем селе появились наши так называемые сограждане из Поднебесной. Сам Путин в новостях заявил, что любой китайский гражданин, не веющий 10 миллионов, может уже хоть завтра стать законным гражданином России и развивать бизнес. Теперь я вам скажу о Библии. Есть такой древний народ, как Израиль. По-другому вы его знаете, как евреи. Так вот, Библия, это не только книга, которая на родственности и духовности обучает, но это и историческая книга. Она рассказывает о жизни еврейского народа. Этот народ, избранный Богом был. Так вот, когда этот народ слушал слова Бога, то Израиль жил и процветал. А когда, зажравшись, переставал жить по заповедям и начинал вместо Бога поклоняться чужим богам, вере, культуре, то получал наказание Божие. Страдал, уводили в плен, грабили другие народы, дикие языческие. Так было всегда, когда Израиль отступал от истинной веры и заповедей. Если каялся и начинал жить, как положено по закону, Божьему оживал. И в конце концов, две тысячи лет назад Израиль был уничтожен. И остатки народа еврейского разбросаны по всему миру и были презренными рабами у всех народов. Современный Израиль, это уже далеко не богоносный народ, но скорее наоборот, ждущий антихриста на землю. Россия, это по сути самый большой обвод православия в мире, хранитель истинной веры того самого Бога, но и нас, ничему не научила библейская история Израиля. С православной верой мы смогли овладеть одной шестой части планеты Земля. Но, подобно древнему Израилю, сто лет с лишним назад народ русский забывать стал Бога и веру. И чем же схожа наша история с историей Библии, с историей России? Когда Россия увлекалась французской культурой, да так, что высшее сословие стеснялось говорить на русском языке, наряды и мода в ущерб своей религии и культуре заполнили дворы, Россия была наказана нашествием Наполеона на нашу страну. Москва сгорела дотла, но когда народ взмолился и покаялся, русский народ, войска вошли в Париж. Следующее увеличение германской культуры и философии. Когда запланировано было в 1941 году объявить Пикелетку безбожной и покончить с православием, Россия наказана была нашествием Гитлера. Но в 1943 году Сталин вернул из лагерей и тюрем священство и приказал открыть храмы народу. И уже 6 мая, первый день Пасхи, день Георгия Победоносца, пришла победа. А сегодня чем увлеклись мы, россияне? Незаветно проходят рождественские ночи над Россией. Только в храмах радостно и торжественно стоит небольшое количество человек и радуется Христу. На улицах тишина. Ни фейерверков, ни гильян, ни гуляний, ни песен радостных. Все это ежегодно народ русский выпаливает, вываливает на празднице Нового Года, точнее какого-нибудь гада, типа змея или дракона, то обезьян разных цветов. Все зависит от того, какой зверь в этом году будет принят в Китае. И вот ныне, в год собачий, год желтый вопса. На языческий судьбецом из ада славу воздаете не наш, не Господу, получается, а сатане и его бесам. И что же вы, вот исходя из истории, что мы можем теперь ожидать? Там, значит, поклоняли французам, потом немцам. Теперь, значит, мы приняли вот этот китайский календарь. Ведь сейчас знаешь, кто кличет, кого и кормит, кого прославляешь и призываешь, тот и приблизится к тебе. Вот ныне прославляли и призывали к себе в дом за стол желтую китайскую собаку вместо Христа. Тонны фейерверков попалили, сожгли в ночном небе на миллионы и миллионы рублей, привлекая ее, призывая в дом свой. И вот она здесь, в России, в Сибири и уже в нашем селе. Пустив в сердца сегодня желтую собаку в дом свой, мы отдадим и место под солнцем, и богатство свои земные Китаю, Западу. А воры, коррупционеры всех рангов и размеров, всех мастей на теле многострадальной России этому служат немало. Они карманы успевают набивать своим. Разворовали и угробили не только фабрики и заводы, но присвоили нефть, золото и газ, но и горы с миллионами кубометров леса. Итак, в заключении. Носителем власти в России являемся мы, народ. Сегодня нас по всем каналам 24 часа в сутки развлекают Петросяны, Галкины, Гузеевы с передачей посреди дня ведет. Сейчас она уже, давай поженимся. Я ее называю по-другому, это в мире животных. Все эти передачи против человека превращают нас в животных, жующих у экранов ТВ. Все эти народцы, пока их соплеменники выносят наши кладовые, превратили нас в буракин. Уже 25 лет возникают коты Базилио и лицы Алисы с передачами «Поле чудес». Нам позволено угадывать только буковки «Поле чудес», пока нас грабят. Они так и считают, что «Поле чудес» и должно быть только в стране дураков. Общество ничего не видит, потому что его держат в состоянии глубокого гипноза. Никогда еще народ не был таким темным, как сейчас. Человеку не дают шанса остановиться и осмыслить происходящее. Нескончаемые сериалы, один тупее другого, пошлая эстрада, похотливые и агрессивные фильмы, аккуратно воздействие на подсознание, культивируют дух эгоизма и насилия. Нормальный человек за короткий промежуток времени превращается в беспринципное животное, ведущее абсолютно бессмысленную жизнь. Правители, пишущие законы, мы выбрали, и они нам сочинили закон о том, что нет вековечной тайги, но эту тайгу, если назвать землями, значит, сельхозное значение, то тайга приравнена сорнякам. На поле его и нужно срочно выкосить и продать. Ибо многомиллионному стаду коров колхоза Агроснаб в Чойском и Нурочавском районах негде сегодня пасти сход. Предателей и грабителей мы выбираем сами. Скоро узаконит речь Путина о том, что всякий китаец, пришедший в Россию с 10 миллионами, автоматом получит гражданство и на эти деньги скупит землю и всю недвижимость. Это нашему народу попускает сам Бог за то, что народ забыл веру и дорогу в храм. Только лишь потому, что мы забыли свою веру, мы забыли свою культуру. Восхищаемся, значит, золотой этой собакой. И поэтому мое заключение такое. Я не буду все зачитывать. Заключение такое. У нас только один выход. Вспомнить, кто мы есть. Вспомнить, что мы все-таки хозяева на земле. Мы есть по третьей статье Конституции гаранты власти. Мы должны выбирать себе тех, которые и должны заступиться за русский народ. Ну, в общем-то, все. Что есть у меня, я сейчас все скажу. Здравствуйте, дорогие гости. Спасибо, что приехали вы. Вас больше, чем в наших деревенских. Потому что их уже сказали не идти. Да, молодцы, молодцы. Я живу здесь в 61-го года. И училась здесь, и садила лес. И который уже вырубили. Мне 65 лет. Его уже вырубили. Кто знает школьный этот? Школьный лог. Там мы садили этот сосняк. Его уже там нету. И ничего нету. Зайдите вот 3 километра от деревни. Даже не 3, 1,5. Там вы увидите пустыню. Заваленную этими остатками. Ничего там не убрано. Даже не... Когда пойдешь за грибами или за чем-то, уже ничего там не найдешь. Так. Еще это все зависит от правительства от нашего. От Бередникова. От пентильниера какого-то. Я не могу его выговорить. Это они все. А почему даже сегодня у нас здесь нету ни районных депутатов, ни самого главы, ни замещающей, который я вообще-то не знаю. И вообще. В полдуме принимают законы. Там все, Единая Россия, много. Это нам сказали, политикой никакой не заниматься. Или увезут. А меня пусть везут, и мне что, мне не жалко. Я старая уже. Но и вот. А коренных народов вообще надо всем подниматься. Я их очень даже уважаю всех. Если бы все поднялись, я кедр бы так не резали и не возили. Кого выбирают депутатов, да? Они все. Терехин был. Я ему все задаю. Они даже только увидят меня, сразу убегают. Я ему говорю, когда прекратится вся эта издевательность над лесом, когда вы узаконите, чтобы лес нашим давали резать. Все эти тендеры сейчас придумали. Зачем их придумали? Чтобы наши мужики вообще нигде не работали. Приехала какая-то, значит, с Новосибирска, выиграла тендер. С чемоданом денег. Куда эти деньги ушли? Я вот сейчас хотела спросить. Куда эти деньги идут, когда наш лес продают? Они хоть в район поступают или в то же село, где Пьянково продали столько тысяч, гектар опять. За 6,5 миллионов. А теперь продают они по делянкам. Она купила за 6, а продаж за 12. И вы все помалкиваете. Не ходите на митинги, не ходите никуда. Ну и сидите-то вы в этой дыре. Ладно, мы подохнем, но умрем. А ваши внуки, правнуки что будут делать? Интересно знать. Вам сейчас по 20, по 30 лет вы режете, рубите. Хватаете все. А дети ваши что будут? Внуки, правнуки. Что они будут делать? По голой пустыне ходить? Зайдите вон за увал, увидите эту пустыню. Вот так вот. Это все начинается сверху. И не здесь надо нам стоять, а туда надо ехать дальше. Дальше надо ехать дальше. И вот это самое спасибо, что выслушали меня, что замерзли. Мой дед тут тоже стоит на доске памяти. Он воевал за эту жюри. А теперь, китайцы пришли. Здравствуйте, ночевали. Не надо нам никаких китайцев. Пусть наши мужики берут геляны, тендеры, и не давать никому этим тендеры. Вы где правоохранительные органы? Почему она не знает, где лес растет, а купила за 6 миллионов геляну? А теперь нашим дуракам будет продавать по 1-2 гривна. Идите в то, что? Горяны народы, что? Горяны, идите народы. Здравствуйте, дорогие наши товарищи. Я не могу вас господами назвать, сейчас приняты господа. Но мы здесь, думаю, все товарищи собрались. Вот я представитель КМН Турачакского района. Но живу в городе, тем не менее, и там, и там живу. У нас борьба, я веду у себя, яга-чеборты, ваши. Мы урчин отстояли в селе Новотроицк. Так что вы уже после нас эстафету перехватили. Но первыми у нас, конечно, Каракокша начала. Молодцы. Я очень радуюсь, что у нас такая активная позиция у КМН. Многое начинается с них. И хорошо все коренные жители, русские, кто бы ни был там, кумандинцы, немцы, все мы коренные, и вся эта наша земля. Никуда мы отсюда не уедем. Жить будем сами, наши дети будут. И внуки жить. Поэтому эту землю никто, кроме нас, не сбережет. Если мы не выступим за это, никто за нас не заступится. Молодцы. Очень мощная волна, я считаю, сегодня идет в Турачакском районе и в Чойском районе. Я говорю, молодцы, молодцы, еще раз молодцы. Ну, конечно, боится. То, что вы делаете правое дело, говорит тот факт, что сюда приезжали вышеозначенные чиновники, уговаривали вас на митинг не выходить. Значит, есть страх перед народом. Значит, вы боретесь и стоите за правое дело. Поэтому вы правы и продолжайте свою борьбу. Только вы сможете отстоять все это для детей своих, для внуков. И, может, они в будущем скажут нам большое спасибо за это. Вот я за тех неравнодушных людей, которые, не боясь за себя, за свою эту самую, что он проживает, что его могут наказать, берутся за это дело. Прямо скажем, что все не могут сюда прийти. Есть люди, которые боятся, конечно. А те, кто пришли, значит, накипело, нагорело, надоело, да? Так вот, скажем, что мы будем бороться и будем продолжать эту борьбу, пока не победим. Вам я желаю успеха в этой борьбе. Нам тоже. Я вот от имени жителей села Паул хотела у Ирины Сафроновны ее попросить, чтобы она разъяснила нам приказ номер 626, часть 2, пункт 14. У нас почему-то сибирский кедр не включен в орехопромысловую зону. Вот она у нас больше знает. Ну, я скажу, приказ вот от 22 ноября 2017 года, а проект был в феврале 2017 года запроектирован, а подписали его 22 ноября 2017 года. Ну, как скажем, по этому закону сразу возникли вопросы. Там идет, что вырубка в орехопромысловых зонах запрещена. С этим все согласны. Там не оговариваются, какой кедр. Просто кедр. Никакой рубки не дозволено. С этим все согласны. Но у нас, вот, допустим, возник у многих вопрос. Там стоит лесные насаждения и кедр карельский. У нас карельской кедры нету. Это, наверное, к Байкалу ближе относится. И вот по этому вопросу возникли вот такие трения. На сегодня этот закон в Думе еще досматривается, делается. И мы же сейчас обсуждаем это. От нашего сибирского региона там эксперт Грибков. Такой фамилии, кто здесь стоял, многие знают. Он поехал. Мы, значит, неучтенные наши кедровые квартала туда подписали. Вот от Турачакского района около 40 кварталов мы туда дали. Которые были в пике, в чуйке скрыты. Особенно в чуйке скрыто около 10 кварталов, как пихтачи. А это кедровники. Мы все это выяснили. Турачакском еще районе будет борьба за эти квартала. Они обозначены, как будто там пихтачи. А на самом деле это кедровники. И вот сейчас мы будем уточнять, что у нас кедры Карельской нету. Путину вот в открытом обращении мы писали о кедре. У нас еще сосна сибирская она называется. Есть у нее название. Мы будем вот этот кедр уточнять. Карельского у нас нету. В общем, в большом смысле выполняется наказ сибиряков. Обращались к Путину красноярцы со Свердловской области. Мы обращались. Очень много обращений именно с Сибири. А в Сибири она у нас как таковая вот в большей зоне не произрастает. Поэтому будут уточнять. А в целом кедрово-промысловые зоны не вырубаются. Но на этот год сумели. Я считаю, что все-таки мы, наверное, где-то будем судиться. Неправильно означено, что выданы декларации. На момент выхода этого приказа и подписки его 22 ноября я точно знаю, что не все документы были подписаны у Алисова. Не все декларации были доведены до конца. И на сегодня, я думаю, что там мухлёж произошёл. Простым словом, задним числом всё это подписано. И продолжается рубка. В ноябре вывозили прямо не дожидаясь документов. Вот Гринченко у нас так делала, Практикстрой у нас так делает. Ну, у нас там практически, где Практикстрой, мы урчинат стояли, они, в общем-то, пихтач большей частью вывозят. Но, тем не менее, я считаю, что тут образовалась лазейка. Пока мы вот так вот вздыхали. Но, тем не менее, этот закон будет до конца доведён. И уточнят насчёт кедры карельской. У нас она кедра, но сосна сибирская называется. И вот с этим названием вот поехал Грибков, будут уточнять. Наши представители Сибири там есть в Москве. Он уже уехал. Всё? Ещё какие вопросы? Здравствуйте, уважаемые друзья, земляки, русские туболары, которые родились на этой земле. Алтайцы. Алтайцы, немцы, украинцы. Это всё наш народ российский. Всё хочу сказать. Вот у меня, если у китайца миллионы, значит, он здесь может приземлиться и жить. У нас у самих миллионы. Соберём, у нас будут миллионы. Нам других не надо. Мы сами умеем лес валить и сами умеем его перерабатывать. Так что надо у народа, у населения спрашивать. Я хочу спросить, если тут власть есть. Власть здесь есть? Власти нету, да. Я обращаюсь к Путину. Уважаемый Путин, скажите, пожалуйста, как вы защищаете интересы коренного малочисленного народа в республике Алтай? Конституция 69 статья. Как вы защищаете наши интересы? Деметлев. Как вы защищаете интересы коренного малочисленного народа на этой земле? По Конституции вы обязаны, чем прежде что-то делать на этой земле. Вы должны были собрать население и спросить у него, что оно хочет, что мы хотим. Нужны нам китайцы? Не нужны нам китайцы? Мы сами умеем собирать все и сдавать и перерабатывать. Да, да, да. Сами умеем? Да. Сами умеем. И разрушили мы все сами. Закон по местному самоуправлению. Депутаты тут есть местные? Они не нужны. Кого вы выбираете? Кого вы выбираете? Выбирайте достойных людей, чтобы защищали ваши интересы, чтобы не отступали от Конституции Российской Федерации. Уважаемый медленник, вы уже сидите на этом месте сколько лет, и вы свой народ предали. Вы предаете свой народ. Вы предаете свою Россию. Народ это Россия. Россия это народ. Не будет народа, не будет России. Вы что делаете? Кого вы сюда пустили? Зачем вы это делаете? Покрываете. Покрываете. Может быть вы деньги от этого получаете? Одного вот товарища нет, сидел в чуе. Ушел. Куда он делся? Завели уголовное дело. Земли продавал налево, направо. Может до вас надо взяться? Куда деньги уходят? Продавал земли, да. Товарищи, от нас все зависит. От нас. Если мы будем молчать, так оно и будет продолжаться. Молодцы, что вы пришли. Чайский район. Мы из Караковши. Турачак тут весь. Турачаки сюда приехали. Это наша земля. Это наш лес. Это наша тайга. Так что мы будем стоять за наше богатство. Оно принадлежит российскому народу. Все. Спасибо за внимание. Правое дело. Рассказать. Чтобы все знали, я приехала с Севы. У нас все происходит. Мы уже вырубили все. Вырубили вдоль наших домов. От наших домов 70 метров. В порядке 6 гектаров. Там будет карьер песчаный. Нам будут расширять карьер. То есть у нас будет прорушенная зона местополистическая. Также вывали на порядка 10 гектаров нового моста. Прямо с дороги просто лысина. Это ужасный вид. Пинки. То есть там. Мы встретились. Мы писали тоже в прокуратуру. Все. Приехала в прокуратуру. Вот на днях мы с ними встретились. Они поугубались. Мы с этими хозяевами. В этих угодий. В общем, договор на самом деле с нашим министерством природных ресурсов. Они разрешили эту балку. Причем вывалено было именно в новогодние праздники, когда люди еще праздновали, глянцевали. Никто этого не знал. Мы не были вообще в курсе этой ситуации, что вообще будут расширять твык. А цена у сема стоит на песчаной подушке. Сейчас еще работают сейсмологи. То есть мы ждем ответа сейсмологов. То есть у нас делают просто промышленную зону. То есть у нас туристы не увидят больше ничего. И мы начали только борьбу сейчас с этим. И если кто-то может помочь, как нам дальше быть, то есть мы рады любой помощи, информации, сюда нам подавать, и как нам что делать. Спасибо. Задала мне, ответили. А вот ни объявления, никому не осведомляли, я, конечно, позвонила одному человеку и сказала, почему такое происходит. Завтра будет митинг. А здесь же я уже на улице слышу, кто заинтересован их. Все стояли здесь иномарки, кто лесом занимается, кто этим бизнесом, кому нужен был. Это глубокая переработка, что китайцы вот открывают, а мы здесь будем... А остальные вот такие, мы должны палец сосать наши дети. Ничего подобного. Я своими ушами слышала, как одному человеку говорил, не хотите на этот митинг. Вот идите, они, китайцы, все равно вам на землю, вот самое, работу дадут, они все равно ничего не вывезут. Но есть такие факты, вон вот самое, где говорят, что китайцы заимели эту землю, они аж вместе всю дёрну, все срывают с земли, все увозят, вывозят. Куда? Переработку все, самое, себе берут. И вчера нам сказали, что Игорь звонил людям, должны были всех как можно свидетельствовать, что будет такая встреча с начальниками, я Алиса с соседями. Маргочев приезжал. Но, к сожалению, я говорю, мне никто не звонил, никаких объявлений не было, я разговаривала с людьми, все говорят, никаких объявлений, даже в магазине сидят, девчонки даже не знали, что вот такое будет, такая будет встреча. Но это было сделано тому, кто заинтересован, чтобы вид, не в пользу все эти вопросы задавались, все эти вопросы решались. Больше ничего такого здесь нету. А мы такие простые народ, мы остаёмся в неведении. Они даже сами не приедут, и наши депутаты, и Роиосы, мы всегда в окружном ухе. Мы не нужны. Глубокая переработка нужна? Потом пальцы будут создать, и всё. Кому? Ни грибов, ни ягод, а малочисленной народности, по какой-то статье, но я не знаю, я знаю, что вот ханты, манты, они пользуются своими рыбами, никто не должен, если кто-то выловит штрафом от самой этой, то они только могут продавать им, кто приехал. А почему у нас нашим орехам, дикорастущим соседями, и должны вятать другие народности, приехав, себе прописку сделав. Здравствуйте, уважаемые друзья. Я хотел немножко разъяснить, что перевод, это Смирнов Павел, с Гордонатайская партия Парнас. Я немножко хотел сказать, что перевод земель всекосназначения в промышленные земли, это незаконно, потому что земель всекосназначения являются очень ценными землями по нашему земельному кодексу. И когда вы говорите, что ваши земли переводят в землю промышленности, это является незаконным. И вы должны против этого выступать активно, всегда и везде. Если вы будете сидеть дома и просто на кухне это обсуждать, то это незаконное действие будет происходить без вас. Еще раз говорю, земли всекосназначения можно перевести только в землю рекреации, в еще более ценные земли. Но переводить в землю промышленности недопустимо. Это против закона. Я хочу сказать вам большое спасибо, что вы сюда пришли высказать свое мнение. Вы проявили свою гражданскую позицию. Я вас глубоко поддерживаю. Я с вами. Спасибо большое. Кто еще желает выступить? Выходите, пожалуйста. Турачевский район. 27 ноября у нас на территории Турачевского района также проходил митинг, потому что это общая болезнь. Мы митинговали, писали резолюцию. И на время мы, значит, остановили. То есть наложили запрет на вырубку, арестовали лес, который лежит, хотя этот лес начали вывозить все равно. Но собственник, если честно, вот, например, даже не могу назвать собственника, потому что они меняются, скрываются и так далее. Но собственник решил пойти другим путем. И вот буквально несколько дней назад нам привезли такой красочный, прекрасочный альбом с планом перспективного развития нашего села Тандошки. У нас такая гора, салоп есть. И собственник хочет превратить нашу деревню, так сказать, во второй шерегеш. Все так красочно, с кафе на вершинами, с подъемниками. И вот бонусу, которую вдоль дороги, вдоль деревни нашей он вырубил подчистую, но не подчистую, там остались какие-то, он предполагает там построить город мастеров. Значит, там из глины будут что-то делаться и так далее, и тому подобное. Комплекс лесоперерабатывающий построит, и теплицы он нам понастроит, и всего-всего-всего. И вот мы просто хотим сказать, что оставьте в покое нашу деревню. Мы хотим жить в лесу, мы не хотим никаких склонов и подъемов. Тем более, что это нереально. Мы же прекрасно понимаем, что врут, вот нагло врут. И мы просто-напросто хотим, заберите свои альбомы, не хотите к нам ни с какими предложениями. И тем не менее, тем более, что вот этот альбом, он как написано, Ассоциация коренных малочисленных народов. Да, да, на этом альбоме прямо написано, что вот эта Ассоциация коренных малочисленных народов поддерживает этот проект. Мы тогда хотим сказать, а кто эта Ассоциация? У нас есть вот представитель, который понятия не имеет об этом. Да, это ведь я понятия. Никто. Да, и мы вот, да, наша деревня решила, мы не пустим, не нужен нам никакой Шерегеш. У нас прекрасная природа, у нас все там хорошо. Не надо нам. Не надо. Молодец. 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 Здравствуйте. Не нужен Турочаковский район. Насчет ассоциации хочу прояснить немножко ситуацию. У нас в республике Алтай существует две организации. Первая организация – это пролтай алтайского народа, который тоже раздробили, и на сегодняшний день, уже, наверное, лет пять, существует два пролтая алтайского народа. Были попытки объединения, но ничего не произошло. Один пролтай алтайского народа, правительственный, и второй пролтай алтайского народа, народный. То же самое произошло и с нашей организацией. Ассоциации гражданиных 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 народов. Вот так, журналисты. И, Наталья, скажу так. То же самое у нас произошло вот это и отручение. Ассоциация гражданиных на данный момент их у нас две. Одна возглавляет у нас, например, Любовь Николаевна, и вторая, ну она тоже как бы правительственная, и вторая организация, ассоциация, которая сейчас возглавляет четыре народа, это Керенгитры, Кумандинцы, Кубалары, Челканцы. И получается так, что мы пытаемся тоже делать попытки объединения, но у нас ничего не получается. Перш первого по Минюсту считаются просто общественные организации, но почему-то правительство дает все полномочия, и она решает все вот эти вопросы, представляет интересы коренных молодчисленных народов. Потому я так думаю, что по тандошке вот эта ассоциация извиняющий кедр Перш первой поставила там свою подпись. Но она представляет интересы правительства, и также выезжает на все заседания интересы коренных молодчисленных народов от республики Алтай, представляет вот эту ассоциацию Перш первой. С ней тоже надо бороться. Как он мог продать один вот эту землю? Как он на себя оформил? Какие учредители там есть или нет? Почему этот вопрос не поднимается? Безведомо народа. Народ, оказывается, здесь в Паспауле не существует. Один это самое, Танзыков, Айдар, всему глава это продавали. Но, конечно, у меня там земли нету, но я за других это самое, как бы, переживаю с одной стороны. Все они здесь с покон веков жили, и прятки все. Потому что мне представитель ОАА Аграснаб подъехал и вот так, прямо в глаза мне сказал, вы знаете, за пределами вашей усадьбы в Салаганде, это уже другие, другая территория, другая земля. Я говорю, как это другая земля? Вы не имеете права теперь там хозяйники туда, этого... Я говорю, а кто хозяин-то? Как это? Мы говорим, времена другие, теперь законы, как говорится, законы поменялись. Хозяин Танзыков, вы знаете такого? Я говорю, да, знаю. Даже он озвучил Танзыков, Женя, ну типа, это самое. Ихние предки там в Салаганде жили, где вот ваша усадьба. И теперь, говорит, это самое, они хозяева. Вы туда не можете, это самое, больше заходить там в лес туда. Вот такой, это самое, такой разговор был. Вот поймите, после этого разговора, как можно понять, кто хозяин, кто такие Танзыковы? Да, одно. И Кудатов, как он так пролез в этот, кто он? Депутатом каким-то там от партии, от самого Вера Курултай. И один он мог, от самого, такие чудеса провернуть. Он бог земли, что ли? Будел нам бог, дал два с половиной метра каждому. А не одному Кудатову. Как так избрали? Почему его не отзывают за такие проделки, подделки, за такую мафию? Везде мафиозники, но это что такое? Своих земляков потрохами продал он. И молчим здесь, про них ничего не говорим в действительности. Какую-то говорим, кто-то вырубает, одни китайцы. Китайцам кто дозволил? Я так понимаю, первая очередная голова, рыва с головой гниет. Вот их надо вызывать, чтобы народ на них смотрел. Да, и дальше, и дальше они пошли. Или кто там, они марионетки, или кто. Давайте кому еще. И вчера вот местные вас вызывали, нет, сюда, чтобы с Алисом встретиться, вопросы задать. Никто, вот люди все в этом. У каждого рода есть свои родовые горы. И сейчас, когда там дозволики вытупили, говорят, что представили проект по освоению горы Солоп, я в шоке. Я сам родов кузен. Для нас кузенов это родовая гора. И никто не имеет права, даже женщины не имеют права подниматься на эту гору, без платков и вообще подходить на нее. Это, наверное, обман. Нас людей обманывают. И каждый, если задумывается, каждый здесь стоящий, и вообще житель республики Алтай, задумывается о том, что у нас творится, и начнут объединяться. Может, остановим этот, у нас будет беспредел. Сейчас вот у Сима здесь, я буквально 24-го ехала, и в 8-е, и увидела, когда там лес лежит, я была удивлена, буквально вот. Перерывом 10 дней езжу и думаю, что там за лес. В шоке, конечно. Давайте подумаем, как нам всем собраться. И надо уже говорить, что наше руководство, как бы наши власти, Зинаида Петровна здесь начала и не сказала. В 2009 году у нас в Турачакском районе лес начал вываливать, и это администрация. Везде администрация во главе стоит. Это Дайбова. Когда леснички Турачакского лесхоза обратились к нам, мы ездили, ничего не могли сделать. И здесь же тоже под коренные малочисленных народов представили. Создали факторию, вывалили весь лес, и в итоге все прикрылось. Ничего не могли сделать. Также администрация, глав поселения дают разрешение на расширение поселков. И леса идут туда большие. И также у нас в Кибизине стоит вопрос о расширении села, где мы тоже вернулись, что нам не нужен этот градостроительный проект по расширению, потому что по этой расширению уходит лес, именно защитные леса. Их вообще трогать нельзя. Не спрашивают с народом, не общаются. И никто не проводит публичное слушание. А коренные малочисленные народы работают, давайте все дружненько в этом направлении. Еще раз хочу сказать вам спасибо. Будем вместе, будет всего. Кто желающий выступит? Рудник веселый, будете выступать? Нет? Кто не хочет больше, давайте тогда заслушаем резолюцию по митингу. Какие еще будут предложения, если добавление, то говорите, предлагайте. Анатолий, врагу народу, пройдите. Предложение, значит, это сама. Провести митинг большой по защите наших ресурсов в Горноалтайске, в Республике Алтай. Вот это вот неси надо предложение. Согласны? Вот давайте проведем в Горноалтайске большой митинг по защите наших ресурсов. Народного достояния. Правильно. Ну и наконец-то врагу народу дали слово. Радовала администрация, поспорола. Спасибо. Спасибо. Ну, во-первых, спасибо всем, кто приехал. Караковши. Это Турачак. Усьма приехала. Усьма. Конечно, спасибо. Я начну с того. На сегодняшний, не на сегодняшний лес. Давайте отольемся года на три. Когда продавали этот комплекс. Комплекс был на паях. На паях. Когда начали продавать этот комплекс, я паящикам звонил. Люди, вы зачем отдали этот пай одному человеку, который продал этот за 450 тысяч? Что, это люди были с Турачака? Это люди наши, поспоудские, которые молчком промолчали и этот комплекс продали. Наверное, они так же продали, как вчера. Подождите. Подождите. Я выслушал все. Давайте на этот вопрос. Может быть, вы так же его, как вчера собрание Тайфон здесь собирали, вы так же этот комплекс продавали? Я лично сам разговаривал с некоторыми паящиками, лично сам. И все молча просидели. Теперь, по лесу. Вчера было правильное собрание. Я сам не согласен был. Вчера сразу выразил свое недовольство. Почему мы не пригласили народ? Я сам узнал про это собрание. В 10 часов на сессии. В чой, когда сессия утром была. Что у нас собирается, оказывается, тот министр и все прочее. Я выразил недовольство. Сказал, или собираться надо, тем более, на сегодняшний день. Дальше. Про лесу. Вот вы кричите, китайцы, китайцы. Сегодня китайцы ни одного куба еще леса не вывезли. Ни одного. Они возьмут собрание. Они возьмут собрание. Подождите. Я выслушал. Дайте мне сказать. Все-то возят этот лес. Наши же. Кому готовятся они? Пилорамы построили. Погодите. Ну дайте мне, Валентина. Наши же лес возят. Наши гробят все. Вот по-русски. К нам не приехали ни из города на сегодняшний день. Все наши. А он резал, а потом сказали, что наши лесные резали. Дальше. Теперь по лесу. Что вот продал Борисов. Конечно, я был сильно против. Кто знает меня, я с Борисовым уже год не разговаривал. Не здоровался мы на эту тему. Люди могут подтвердить. Я был против. И выступал тоже. И на совещаниях, и на сессиях выступал. Что вы делаете, люди? Последний лес. Говорю, у меня вот у самого корова, вот в лесу пасется. Что мы будем делать потом? Но подписывал не я эти документы. Я не имею права даже подписать. А подписывали другие люди. Этим занимается район. Можете проверить, посмотреть. Вот. Теперь что я еще хотел. По комплексу. На сегодняшний день вопрос стоит о переводе земель из сельскохозяйственных, промышленных. Но по закону, еле кто не знает. Когда переводятся эти земли, должно быть что? Согласование с народом. Они обе... Погодите, вы дайте. А китайцы как купили без согласования? Кого купили? Леса, перелеса. С фермером. Я не знаю, что нельзя переводить. Глоб. Чтобы... Я еще раз объясняю. Должно быть провести в Восфауле собрание. Народ согласится о переводе. Тогда кадастровая палата делает перевод. Не согласитесь. По закону никто переводить не будет. И на основании этого эти все станки будут убираться. Но я вам по закону говорю. Леса, как переверили? Для... Леса, когда кто продал его. Но я вас буду называть пофамильным. Переверили. Лес стоит. Вот, через. 20 тысяч километров. Так, я скажу просто. 19 тысяч 73 гектара. Да. Да. Это я знаю. Перевод сделала кадастровая. Не медленно сделала. Кадастровая есть. А никто не спрашивал за нас? Никто не спрашивал. И том числе и меня не спрашивал. Када у вас самостоятельно не может перевести. Вы что лапшу на уши вешаете народу-то? Вы что лапшу на уши вешаете народу-то? Я на судах всегда бываю с вашей Людмилой. Это федеральная собственность лес, где какие-то поляны они давали совхозу на временное пользование. Как вы с Борисовым умудрились это нахрен продать? Вы не боритесь. Как вы умудрились? Это федеральная собственность. Вы на суды хоть раз ходили? Они даже не могли предоставить документы, что это относится к сельхозназначению. Это федеральная собственность. Как она была, так и была. Отдавали временное пользование, чтобы косить там почти скот. О чем вы говорите? Вы, глава Аспаула, законы не знаете. Если вы не знаете, вы хоть консультируйтесь немножко. Что вы лапшу на уши-то народу вешаете? Вы вешаете лапшу, которую продали лес вместе с могилками. Кощунство это. Кощунство. И вот этих вот китайцев сюда опустили на эту землю. Это вы подписывали, вы дали согласие. Как так можно-то предавать свой народ-то? Что лапшу на уши вешать? Не надо лапшу на уши вешать. Олег, не баллотируйтесь больше на клаву. Олег, почему местные, если АО Агроснаб вырезал, аж в этот Каратарбок, возле дороги, какие зоны, все это Каратарбок. И этот АО Агроснаб уже вырезали, когда начали народные движения создаваться, останавливать вот это все. Но местные же так не вырезали, не брали, не было, вот это, Камазом я же самая кедру и все вывозили. Они все-все вырезали. АО Агроснаб, если кто не знает. Давайте, давайте, да вы что уходите, не уходите, Василий Иванович. Василий, а мы, мы хотим тоже про вас сказать. Мы через прокуратуру нам разрешили пункт обогрева сделать вот в этом клубе. Василий Иванович нам сначала сказал, нет, не будет. И Галина Артамоновна, вот, близлежащий дом, она нам любезно предложила сделать в своем доме пункт обогрева. Оттуда мы и протянули вон провод, даже электроэнергию. Вчера с боем через прокуратуру Василий Иванович наконец-то нам кое-как разрешил заходить здесь. Как будто это его личное, это здание. И он идет, вообще, вот он стоит рядом и идет против народа. Ни одной подписи он с нами не поставил. Ни президенту мы когда писали, что Борисов продал этот лесной фонд. Он сказал, я не имею права подписываться. Он не гражданин России, он, ну, он никто здесь. Он ничего не знает в селе. Китайцы купили, китайцы купили, это взяли в аренду, вот этот уже вот научный комплекс еще летом. Мы ходили к нему, он говорит, нет, это ферма Зверобоева, китайцы не брали. Мы заказали в кадастровую палате справку, уже давно знаем, а он нам все еще врет. Вот, сам туда ездит, с ними разговаривает и говорит, там все сделано по закону, они все сделали по закону. Мы, значит, заказали эту справку, это земля сельхозназначение. Прокуратуру, 230 человек обратилось в прокуратуру, а он не хочет нам никак помогать. Пусть он ответит перед народом за свои действия. Пусть он ответит перед народом, нечего брать нам вот так. Ну, спасибо, что вы меня, конечно, так ослабили, это самое. Кто не знает, что я делал, я им не буду говорить. Вот, ага, вот. А почему тогда вы насчет китайцев? Тогда я так скажу, ко мне домой аж набегайте и просите, чтобы я сходил с китайцами, переговорил, взяли на работу, а? Почему тогда ко мне бегать и домой-то, а? А кто бегал? Фамилию назовите. Ну, я одного человека покажу, можно даже? Да, 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 я прошла. Ну, о чем говорим? Один человек. Пиларамы закрыли, у меня дети, я одна работаю. А где вы тогда хотите семьи кормить меня сегодня, а? Пиларамы, пусть открывают наши местные, пусть головы к самым местным, давайте наш лес. Меня забота тем, чтобы люди были накормлены. Я не говорю, что у китайцев еще раз. Да. Ну, давайте будем спорить еще сейчас. Очень понятно. Моя позиция, я сразу сказал, да, за лес я буду бороться. Сразу сказал. И вот, это, Анатолий мне сказал, или не говорил я. Говорил, что и борюсь за лес. Вы здесь боретесь, я там на верхах. И флот до Бедникова доходил уже. Везде. Я скажу, как Василий Иванович у нас борется за лес. У нас нелегально пилили лес возле Салаганды, Кедр. Две машины вы поймали. Одна машина стояла целый месяц возле милиции, возле РОВД. Василий Иванович сказал, говорит, дайте мне номер машины, и я сообщу милицию. Когда мы пришли, мы ему сказали, вот едет машина. Он вышел на дорогу и говорит, это машина Мамашева. Вместо того, чтобы позвонить милицию, он поехал на пилораму, договорился с этой машиной, перегрузили на другую машину, чтобы не узнать, кто это сделал. И в настоящее время, он вчера нам сказал, что это дело закрыли. Он не сам резал этот хозяин известный, а он как будто купил у Мамашева. У него было выписано 100 кубов. И его, это дело прикрыли, благодаря депутату Русских и Василию Ивановичу. Давайте тогда резолюцию заслушаем. Давайте подведем итог. Я зачитаю резолюцию митингов за развитие региона своими силами и сохранение сконной среды обитания коренного населения. В связи с продажей земель лесного фонда Российской Федерации в Чайском районе Республики Алтай резко возрос урон, нанесен на окружающей среде. Заготовка древесины в водоохранных зонах, в том числе сосны сибирской кедровой, что противоречит статье 42 Конституции Российской Федерации. Это напрямую отразилось на жизни и деятельности коренного населения, живущего сезонными заработками. Сбор кедровых орехов и черемши. В нашем районе царит безработица, при этом правительство Республики Алтай не принимает должных мер по защите местного населения от безработицы, что противоречит пункту 3 статьи 37 Конституции Российской Федерации. Не способствует развитию сельского хозяйства силами Республики Алтай и его населения. Данный вопрос якобы решается посредством преувеличения иностранных фирм и предоставления рабочих мест иностранным гражданам. При острой нехватке рабочих мест для местного населения это действие выглядит предательственным со стороны властей. Очевидно, что взаимодействие правительства Республики Алтай с представителями иностранных фирм напрямую отразилось на рост экономических преступлений в нашем регионе на фоне неудовлетворительного выполнения своих прямых обязанностей правоохранительными органами. Таким образом, правительство Республики Алтай оказалось не готовым к взаимодействию с иностранными партнерами в связи с изложенным требуем 1. Обеспечить сохранение сконной среды обитания коренного населения, традиционного образа жизни, хозяйствования и промыслов малочисленных народов в соответствии со статьей 69 Конституции РФ и федеральным законом от 30 на 4.1999 номер 82 о гарантиях прав коренных малочисленных народов РФ 2. Обеспечить развитие деревоопроводящего производства, не нарушая интересов местного населения, без привлечения иностранной рабочей силы 3. Не предоставлять квоты иностранным гражданам при высоком уровне безработицы местного населения 4. Прекратить нецелевое использование земель всехозназначения ООЮХН на участке с кадастровым номером 0402-041-003-286, а именно строительство деревоперерабатывающего производства и общежитий в связи с нарушением части 4 статьи 78 Земельного кодекса РФ 5. Признать сделку купли-продажи сельских кладбищ в селе Паспоул Салаганда, Карторбок, недействительной и возвратить данные территории в сельскую администрацию 6. Привлечение к ответственности руководителя ООО «Агроснаб» за неисполнение решения суда по делу А02-1163-2017, а также ответственных за несоблюдение исполнительного листа судебных приставов 6. Привлечение к ответственности лиц, причастных к акту вандализма совершенного кладбища села Карторбок летом 2017 года 6. Запретить рубку в орехопромысловых зонах и лесных насаждениях с преобладанием сосны сибирско-кедровой 6. Внести соответствующую поправку в пункт 14 приказа Министерства природных ресурсов 626 от 22.11.2017 А также опубликовать данную резолюцию в местных средствах массовой информации У меня все, спасибо Можно добавить, включить за эту резолюцию, вот что незаконно, передали лесные фонды, передали генеральные фонды, вот это судители людей, и только вообще не дали Все мероприятие, отправляю, окончено Если нет вопросов больше никаких Я не знаю Не знаю Найдите Сейчас копим, где помните За ты, грудь Дмитрий А вот у меня сейчас отъезд бедит Какой? Какой? Игин? 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 Вы органзатор, да, основной? Роман Мутасов. Андреевич, да. Электронный польщик? Местный польщик. Хорошо, хорошо. Роман Мутасов. Там у меня там... Ой, мне тут сумки навешаны. Бумажки. К сожалению, я не сделал. Достаточно количества копий. Так, посмотрите, там еще должно быть два листа. Девятый. Девятый. Должны будем записать по поводу средств массовой информации. То есть, что там должно быть? Ну, это получается рабочий документ. Ага. Ну, соответственно... Так, ну давайте электронку свой дам. Ага. Оля! Один! Оля! 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 Водка! Ну, давай попробуем! Ниже... Оля! Водка! Оля! 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 Продолжение следует...